Представил план заместитель главы администрации Сергей Гаврилов. Территория развилковского поселения – это более 2300 гектаров с постоянно проживающим населением в почти 12400 человек. В генплане учтены многие важные аспекты – социальная инфраструктура, развитие дорожной сети, охрана объектов исторического наследия. Автомобильные дороги находятся в неводовлетворительном состоянии. Требуется их необходимая реконструкция с доведением технических параметров до нормативных показателей с учетом прохождения маршрутов наземного общественного транспорта. Именно транспортная составляющая вызвала наибольшее число вопросов в обсуждении плана. Сегодня звучали вопросы, которые, в принципе, нашли свое отражение уже в принятом документе в генеральном плане поселения развилковской – это трассировка дороги, которая пойдет в обход населенных пунктов Меликова, Дроздова, Беседы и исключит транзит через эти деревни. Соответственно, эта трассировка была учена разработчикам проекта. Но еще ряд вопросов, касающихся, в том числе, и транспортного обслуживания, реконструкции дорог регионального значения, которые также нашли свое отражение в перспективном планировании сельского поселения. Представленный генеральный план был поддержан большинством голосов и принят Советом депутатов. Он будет работать до 2035 года. На заседании также обсудили другие вопросы, в том числе об установлении платы за наем для тех, кто проживает в квартирах по договору социального найма. И вопрос о предоставлении в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений видновскому станичному казачьему обществу.